Ну тогда скажите, как достичь его? Наши эксперты знают, знают. В эфире передача «Формула семьи». Всем привет, с вами «Формула семьи». Сегодня 21 октября 2016 года. На часах по Москве 14.00, а значит мы начинаем. Сегодня пятница, и, наверное, вы все ждёте Юрия Пожидаева. Но нет. Сегодня у нас в гостях Юлия Сибелёва, тоже психолог, тоже эксперт в теме отношений семьи. Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте. И сегодня у нас тема «У мамы выходной». Мама спит, она устала, гласит известное стихотворение. А как же живут современные мамы? Позволяют ли они себе уставать и отдыхать? Вот Юлия Сибелёва сегодня расскажет о трудностях и заботах наших мам. Да, здравствуйте, друзья. Здравствуйте, мамы, которые, как всегда, заняты множеством дел одновременно, но при этом успевают слушать радио, я так надеюсь. Совсем недавно, буквально на прошлой неделе, я проводила семинар для родителей. И там было много людей, мамы, папы, и даже их разновозрастные детки присутствовали. И это люди, которые поразили меня своей мотивацией, что они так хотят узнать, как же лучше воспитывать своих детей. И когда я попросила их озвучить вопросы, часть вопросов касалась того, как же обращаться с детьми, когда они чего-то не хотят, или как устанавливать границы, и так далее, и так далее. Но на фоне этого разговора вдруг возникла такая тема, что мама сказала, что, ну да, иногда же я справляюсь, и у меня всё получается хорошо, и получается, мой ребёнок может мирно отправиться спать, например, или там тихонечко заняться своими игрушками, никому не мешая. Но иногда у меня не получается, я просто выхожу из себя. Я говорю, а когда это происходит? Вот когда я устала, когда я долго не отдыхала, в общем, когда я не в форме сама. И тогда получается дома не мир лата, а просто какой-то нескончаемый скандал. Почему так происходит? Почему мамочки не дают себе отдохнуть? Почему они считают, что вот именно такой образ жизни теперь для них должен быть? Ну, вы знаете, роль мамы — это очень-очень важная, ценная, уважаемая роль и в жизни женщины, и в жизни общества в целом. Но получается такая интересная штука, когда женщина молодая становится мамой, и особенно, когда это её первенец, она входит в новую для себя роль. Роль — это такое психологическое понятие, которое имеет определённые правила, определённые установки, образ действий, всё то, что должна мама, по идее, исполнять по отношению к своему ребёнку. Допустим, в данном случае. Вот. И... Извините. Да. И получается, что эта роль захватывает всё личностное пространство этой молодой мамы. Ожидают от неё бабушки, дедушки великолепного исполнения этой роли, ожидает она сама от себя, маленький ребёнок требует внимания. Но надо помнить одно, что личность не сводится к какой-то одной роли, и даже ко множеству ролей. И получается, что в этой роли мама начинает тонуть, как будто бы она должна быть на посту 24 часа, и при этом она не может расслабиться, она не может отдохнуть, какие-то другие свои взрослые потребности удовлетворить. Всё на службу ребёнку. Вот у нас есть сообщение, которое, мне кажется, хорошо проиллюстрирует эту ситуацию. Пишет анонимно, пишет, значит, мамочка молодая. Год назад родила дочку, родня её обожает, все счастливы в новых ролях бабушек и дедушек, балуют вкусняшками, игрушками, звонят по три раза на дню узнать, как там моя дочь. И никто ни разу не спросил, как я сама. Никому, даже маме я больше не могу рассказать о своих проблемах, спросить совета, не касающегося ребёнка. «У тебя теперь есть кому посвятить жизнь, ну что ещё может быть нужно?» — говорит мне мама. «Я люблю дочь, но чувствую себя лишь средством для жизни своего ребёнка, исполнившим своё социальное предназначение». Да, вот эта мама, она очень точно уловила вот эту суть вот этой вот ролевой подставы, я бы так сказала, потому что и окружение ближайшее начинает на неё смотреть уже не во всей полноте, а вот сквозь призму этой роли. И очень быстро может настигать женщину какое-то чувство обесцененности, усталость, какой-то, как ей кажется, немотивированные вспышки плохого настроения. Она не чувствует уже доверия к своему окружению, и вот это вот печально. Потому что на самом деле, наряду с ролью мамы, у неё ещё остаётся роль жены, возможно, она была студенткой или сотрудницей какого-то успешного предприятия, к примеру. Она дочь, она подруга, она, может быть, творческая личность, но много-много всего. Конечно, когда появляется ребёнок, это такой момент переломный в жизни всей семьи, он должен пройти этот период адаптации. А дальше каждый человек имеет право и на отдых, и на активность, и на то, чтобы как-то реализовывать себя. Мы поговорим чуть позже, к чему это приводит, вот такая установка. При этом я так предполагаю, что сейчас часть слушательниц говорит, ого, вот этой женщине ещё повезло, она жалуется, у неё тут бабушки, дедушки, все вокруг неё крутятся, только попроси помощи, и к тебе придут. Ну, хотя это не очевидно. Вот. А я совсем одна, я уже в незнакомом городе, у меня родители далеко, может быть, вообще нету близких. И получается всё в одни руки. Наверное, для меня и невозможно, пока ребёнок не подрастёт, я должна забыть вообще о своём отдыхе. И вот это очень-очень большая ловушка. Потому что на самом деле позже мы подойдём к тому, что всегда вокруг мамы должна быть её группа поддержки. Друзья, я думаю, что эта проблема знакома каждому, у кого есть молодой ребёночек, маленький ещё ребёночек, всем молодым мамам. Поэтому делитесь, звоните. Мы ждём ваших историй, мы с удовольствием вас послушаем, ответим на все ваши сообщения. 8 800 333 17 06. Это номер прямого эфира. Будем ждать звонков. Также вы можете оставить сообщения с помощью обратной формы связи на сайте teos.fm. И есть WhatsApp и Viber для тех, кто вечно в бегу или, если мамочка у нас слушает радио Teos и гуляет у нас по парку где-нибудь. Плюс 7 977 850 09 96. Так что звоните нам, пишите. Ждём ваших историй на тему, как вы отдыхаете, как вы устаете. Поэтому делитесь и ждём советов. Юля, ну давайте тогда продолжим пока разговор. Вот в стихотворении «Мама спит, она устала». Мне нравится позиция ребёнка, потому что она дальше говорит «Ну и я играть не стала». Как правильно... Шуметь не стала. Да. Как правильно относиться к ребёнку, особенно к маленькому, потому что он же ещё ничего не понимает. То есть правильно ли жертвовать своей жизнью ради него? То есть всё, появился ребёнок, теперь я на себя поставила, не то, что поставила крест, но в общем забила. И теперь у меня есть ребёнок, я ради него всё готова делать. Ну я вот вернусь опять к тому сообщению, с которого мы начали, когда моя молодая мама сказала, что её это не устраивает, не удовлетворяет. Если мы продолжим вот такое же положение вещей, какое она описала в своём послании на несколько лет вперёд, а то, может, до 16-18 лет этой вырастающей девочке, то мы обнаружим, что когда мир вращается вокруг ребёнка только, то он-то не учится заботиться о других. Он это принимает, по большей части, как должное. Он не замечает, как и кто рядом жертвует своим временем, своими усилиями и так далее. И получается, что когда слишком заостряется внимание всех вокруг на пользе ребёнка, получается, что мы растим такого кумира семьи. И потом может быть очень много разных проблем. Попутно я тут хочу сказать, что вот эта мама, которая написала нам, она вполне имеет право установить свои границы определённые, психологические. Но для этого ей придётся заявить о своих потребностях своим родным, что она нуждается в отдыхе, в перемене вида деятельности, в том, чтобы обсудить какие-то вопросы важные для неё. Ей нужно будет сначала про эти потребности хорошенько подумать, прояснить для себя, каким образом, какие действия она сама могла бы предпринять, какая ей нужна поддержка, по каким правилам. Потому что когда старшая семья просто вмешивается в жизнь молодой семьи без всяких границ, это тоже плохо. Элементарный пример даже из собственной жизни. У меня сестра родила ребёнка, и всё, все кормят шоколадками, конфетками. А она говорит, вы понимаете, что до трёх лет нельзя. Нельзя детям такие вещи. Нет, каждый считает своим долгом прийти к полуторагодовалой девочке с шоколадкой. О диатезе, о вреде сладкого, о трансжирах никто не думает. И вот сестра находится в такой позиции, что на одной стороне её какие-то принципы воспитания, её ребёнок, а на другой стороне все родственники, которые искренне не понимают, ну мы же так все выросли. А вообще в наше время сладкое было дефицитом, и всё сладкое доставалось детям. Вот делим. Да, я вот сейчас продолжу немножко эту тему, потому что мама имеет право установить правила для себя, для окружения, и правила для ребёнка по мере того, как он будет вырастать и становиться всё более понимающим таким созданием. Но эти правила должны быть с последствиями. Ну, к примеру, предупредить заранее, что если вы принесёте шоколадки, я их просто все соберу и отдам, ну не знаю кому, соседской девочке, или положу вам обратно сумку. Это первый раз. На второй раз, если вы сделаете то же самое, я просто отложу следующий ваш визит на несколько дней, к примеру. Ну, то есть это надо придумать для каждой конкретной семьи. И тогда уже у того, кто устанавливает границы, у мамы, у него вся полнота власти, и сила его намерений должна этого родителя вести, выполнить то, что обещал. Вот это граница с последствиями. Если последствий нет, это только сотрясение воздуха. А как родственникам вот этим объяснить, что мама не хочет их обидеть, например, при таких вещах? Потому что обида-то появляется как так. Я же бабушка, я же только лучшего желаю. Вы знаете, здесь много подводных камней, да. Если коротко ответить, то с пониманием, с любовью и с уважением к старшему поколению в данном случае. Но вообще тема границ, она настолько обширная, что мы сейчас просто вот уйдём, мне кажется, от темы. И вот возвращаясь к той женщине, которая писала вначале, я хочу сказать, что она-то, наверное, ожидала, что её родные сами поймут, как каково ей, что нужно делать. А границы устанавливаются только изнутри. То есть это наша работа установить границы. Сердцу не прикажешь? Так народ говорит. Глупости, он говорит ваш народ. Сердце такое же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше. В эфире передача «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teus.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Друзья, ждём ваших звонков и сообщений. 8 800 333 1706. Номер прямого эфира. Плюс 7 977 850 0996. Ватсап и Вайбер. Тема у нас сегодня «У мамы выходной». Часто молодые мамы не замечают, что они устают, посвящают всю жизнь ребёнку. Вот об этом мы хотим услышать ваши истории. Делитесь, пишите. Да, интересно было бы узнать, кто и как совладал с этими ловушками, когда мама долго не отдыхает, не уделяет времени достаточно себе. Что случается. И как ей, собственно, и удалось отрегулировать своих родственников, может быть, попросить помощи, поставить какие-то ограничения и так далее. Первое, мне кажется, что нужно помнить, это то, что у мамы, у папы, у семьи есть право такое неотъемлемое установить своей родительской властью границы как для ребёнка, так и для окружения. Потому что мой дом – это моя территория. Если мы не устанавливаем эти правила, люди приходят, каждый со своим уставом. И получается больше даже столкновений и проблем, чем если бы всё было заранее упорядочено. Поэтому очень поддерживаю тех, кто набирается смелости поговорить со старшим поколением или с живущими родственниками, как это всё должно выглядеть. Иногда и с друзьями тоже нужно провести такую работу, потому что тоже всем хочется понянчить и побаловать, а разбираться с последствиями будут опять же те же мамы. Конечно. Но сейчас, я думаю, уже стоит поговорить о последствиях, чем, собственно говоря, мамы часто расплачиваются, когда по каким-то причинам не уделяют должного внимания и восстановлению своего внутреннего баланса. Мне кажется, это очень такая актуальная тема, особенно когда несколько детей, например, в семье, они там погодки или с небольшой разницей в возрасте. То есть с первым ребёнком ещё можно надеяться, что сейчас он перерастёт немножко, и вот тогда я отдохну. Потом появляется второй, третий, разновозрастные задачи, всё это смешивается в одном жизненном пространстве. И мама говорит, боже мой, а как же так, меня никто не замечает, меня никто не ценит. Часто очень, знаете, женщина дрейфует по волнам таким эмоциональным между полюсами такой агрессии и депрессии. Иногда она просто выпадает из процесса, у неё апатия, и кажется, что вообще уже ничего невозможно, ничего не хочу. Но это всё отдельные темы. Но вы знаете, что когда женщина сильно истощена, то она близка к слезам. А когда уже всё кругом её границы нарушили, она сердится, взрывается, и никому от этого не лучше. Я бы несколько последствий пренебрежения собой вот так вот обозначила, невзирая на то, что наша культура такая, что воспитывает девочек, девушек в такой парадигме, что ты должна служить своим детям, мужу, семье. Ты же женщина, ты хранительница очага, отдавай все силы, ты должна о них заботиться. И вот этот посыл, он разрастается до таких объёмов, что даже когда женщина знает, что дома муж или старшие дети, кто-то займётся с младшим, можно сейчас расслабиться и как-то что-то сделать для себя. В голове этого не происходит. В голове этого не происходит. Она всё равно годами вот эту бдительность свою подпитывает, то есть не даёт себе расслабиться. И что мы получаем? Усталость в четырёх сферах здоровья. Четыре сферы здоровья — это физическое, это всё всем понятно, это эмоциональное здоровье, это когда человек сбалансирован, он понимает свои эмоции, может им делиться, как-то их держать, контролировать, да, и в самообладании находиться. Это интеллектуальное здоровье, когда ум, разум работает ясно, хорошо, проблемы решаются, хочется какой-то новой интеллектуальной пищи и так далее. И это духовное здоровье. Это всё то, что связано с нашими ценностями. Даже не столько в религиозном только плане, а в плане того, что мы в балансе с огромным миром, мы его воспринимаем, мы действуем согласно своим правилам и установкам ценностей, мы любуемся красотой, мы способны на тонкое взаимодействие с этим миром. Вот это духовное здоровье. И усталость, она поглощает всё просто. Три чёрные дыра внутри человека. Ну, не знаю уж, какая там чёрная, серая, но, наверное, да, какая-то такая ватная пустота, в которую всё гасит с собой. Вот, и это очень печально, потому что, и знаете, ещё тут в чём ловушка, что мама-то хочет быть очень хорошей мамой для своего ребёнка, а ребёнок при этом растёт, он начинает задавать вопросы, он восхищается там листьями, облаками, жучками, паучками и так далее. А мама не может разделить его восторг, потому что она загружена ещё чем-то параллельно. И она и не здесь, и не с ним, и не с собой, не в контакте в полном. И дети это тоже понимают и чувствуют. На просторах интернета читала такую историю о том, что как поступала одна мама. Значит, она утром в садик летела со скоростью мамы, потому что надо на работу. А с садика они шли домой со скоростью ребёнка. И путь занимал не 20-30 минут, а час и полтора. И однажды, когда она вернулась за своим ребёнком в садик, обнаружила, что приходит к ней ребёнок с огромным булыжником и говорит, мама, смотри, какой мы клад откопали. Всё как здорово, восхитительно. И они идут мимо воспитательницы, всё, прощаются, уходят домой. И воспитательница задаёт маме такой вопрос. А вы что, вот это вот потащите домой? Мама говорит, ну, конечно, это же клад. И вот мама смогла на уровень ребёнка спуститься по восприятию, а воспитательница как раз отображает то, как обычно действуют взрослые. Но для нас это вообще никакой ценности не имеет. Да, несущественно. Ну, просто аплодисменты этой маме, потому что для неё же это тоже огромный ресурс пройтись со скоростью ребёнка. И они в это время разделяют жизнь. Не она на нём жертвенно так сосредоточена, а они вместе проживают эту жизнь. Это возвратиться к тому, что мы говорили раньше. Не вокруг ребёнка всё строить, а строить совместную жизнь, в которой должны быть какие-то справедливые рамки, какие-то обязательства по отношению друг к другу, исполнимые правила. И последствия, если там что-то не срабатывает. Тогда и ребёнок тоже видит перед собой такую ролевую модель, образец, что как нужно вообще относиться к людям, как нужно относиться к маме. И в конечном итоге он это принесёт потом в свою взрослую жизнь для своих детей. Вот это очень ценно. Ещё одно последствие. Вот пренебрежение своими личными нуждами и невозможностью маме полноценно отдыхать – это срывы такие эмоциональные. Знаете, когда какой-то пустяк приводит просто к тому, что все в слезах, всё непонятно как, какой-то крик, ор и так далее. И очень часто бывает, что с появлением детей, конечно, это счастье, большая радость. И мама, и папа их ждали, и хотели. Но начинается такое испытательное время, когда сильно напрягаются отношения с супругом. Потому что если мама 24 часа в этой роли мамы, и она себе не дала передышек, не организовала их, вот именно прям специально, как план действий, то текущие дела никогда не заканчиваются. И вот она в них, в них, в них, в них, и ждёт, когда уже муж придёт с работы. Она очень хочет с ним провести хорошо время. Но любая мелочь может вывести из равновесия. Мужчина приходит с работы, тоже хочет мира покоя при домашнем очаге. И тут вдруг он видит, что жена раздражена, к примеру, что-то у неё, какие-то вопросы. Ей бы наговориться, чтобы как-то её утешили, приласкали, какой-то груз с себя снять, ответственности. И что-то начинает между ними какие-то искры проскакивать. Ну и всё. Если это периодически повторяется, то получается, что напряжение в супружеских отношениях тоже возрастает. Очень бы хотелось услышать, дорогие слушательницы, как вам-то удавалось планировать себе эти передышки, что-то предпринимать. Если удавалось. Так что ждём ваших звоночков, сообщений 8 800 333 17 06, номер прямого эфира, вайбер, ватсап, плюс 7 977 850 09 96 и сообщения. Сообщения с помощью мобильных приложений и с помощью сайта teos.fm. Друзья, ждём ваших историй. Какие ещё могут быть последствия для мамы? Понятно, что она себя плохо чувствует, что у неё может быть опасие, апатия, депрессия, срывы. Это всё отражается на мужа. Муж пришёл домой, и он не ожидает. А тут на него как снег на голову обрушивается вот это всё. Потому что ей же надо куда-то это деть, маме, свои эмоции, крики. Вот бедный муж и терпит. Так что, дорогие мужчины, вам терпение. Падает самооценка женщины. То она была востребована, ценима другими людьми. Надо же понимать, что круг общения родителей с маленькими детьми, он может сузиться по сравнению с тем, какой был у неё, например, на работе. Конечно. Хотя остаются сети, хотя остаются телефонные звонки. Но часто друзья думают, что нельзя тревожить, например. А мама думает, ну вот сейчас вот это переделаю, вот это переделаю, вот это переделаю, а потом уже поздно, возможно. Вот. И представьте, если весь рабочий день практически поговорить-то с другим взрослым особо и не удаётся. и какие-то свои разрешить противоречия, или просто осознать в разговоре с ним хотя бы какие-то потребности, вот, тоже получается, что я уже только на это и гожусь, чтобы кормить, стирать, убирать, раскладывать игрушки, водить по врачам, выводить на прогулку и снова здоровы, и каждый день одно и то же. Потому что долго находится в пренебрежении потребности взрослого человека. Мама заточена на другое. И это нехорошо. Ну, вы уже чувствуете, что про что мы говорим. У вас своих примеров на эту тему, уважаемые слушательницы, достаточно. Я думаю, что мы плавненько можем перейти даже к тому, чтобы поговорить, а что же делать. Иногда двух минут хватит одного взгляда, и всё перевернуться в душе. Вы же знаете, как это бывает. Ведь вы знаете, как возникает любовь. Вы слушаете передачу «Формула Семьер Молы-3». Телефон прямого эфира 8 800 333 17 06. Тем временем у нас есть всё-таки одно сообщение. Пишет нам Мария. Здравствуйте. Узнаю себя. Мама 24 на 7. Проблема в том, что муж мне совсем не помогает. Аргументирует тем, что он работает, а я нет. Что делать? Не могу позволить себе отдохнуть. Да, забавно. Ну, я думаю, стоит оставить его с ребёнком на несколько часов. Но этому процессу нужно ещё довериться. Мне кажется, даже такая телевизионная программа была, когда папу оставляют с детьми, чтобы они на практике поняли, что это такое, что за логистика в этом дне, какая там ответственность, какие там форс-мажоры, и так далее, и так далее. Мне кажется, это только каким-то практическим путём. И тут ещё такой примешивается вопрос, доверит ли мама ребёнка или там нескольких детей своему супругу, то есть отцу. Потому что, кажется же, очень часто, когда человек всю полноту ответственности на себя принимает, он уже делегировать эту ответственность не может. Ему кажется, никто же так хорошо не справится, как я. Особенно, когда дело касается ребёнка. Да. Поэтому очень важно вот в самой себе вот это вот какое-то доверие к миру выращивать. Ну, дозировано, конечно, насколько можете отдать и перепоручить какое-то дело, настолько и подстраховавшись, и передайте. Но не стойте при этом всё время над душой там, что вот, просто вот выйдите погулять хотя бы на 15 минут и оставьте своё чадо с папой. Я представляю эту картину, возвращается мама домой, весь дом вверх дном, ребёнок непонятно тоже в чём. Папа разрисованный, в общем. Нет, нет, нет. Дорогая, прости, я был неправ. Нет, нет, нет. Скорее всего, это будет не так. У мужчин огромные ресурсы по взаимодействию с ребёнком, на самом деле. Я очень уважаю отцов, которые этому осознанно посвящают время. Часто бывает так, что да, пусковым моментом является то, что по какой-то необходимости мужчина остаётся со своими детьми, и мужчины выстраивают свои какие-то стратегии, у них свои тактические приёмы. Но это включается, когда вот есть уже вот эта ситуация. Поэтому вот женщинам, которые только жалуются на своих мужей, ну, можно перестать жаловаться, а просто подумать уже над тем, в какие моменты и в чём я хочу получить эту помощь мужа, и договориться как-то об этом. Если другая сторона как-то не хочет это начинать, то спросите, чего опасается. Потому что часто люди не берутся за какую-то неизвестную им задачу, потому что есть какие-то опасения, совершенно конкретные. Если это в разговоре прояснить и подстраховать, то вполне всё реализуемо. Я верю в мужчин, они способны быть отличными папами, поэтому женщины делегируйте. Юля, вот вопрос тогда. Связана ли вот такая ситуация, например, с таким мифом или не мифом, я не знаю точно, что мужчины осознают, что они стали отцами только к году жизни ребёнка? То есть уже ты осознанно понимаешь, что ты не можешь его там нигде забыть или забыть про его существование, что вот год уже исполнился ребёнку, и мужчина как бы понял, он отец. Честно, я не знаю. Диапазон очень широк на самом деле. Потому что есть отцы, которые до 18-ти так и не становятся отцами, и как-то не воспринимают, что это какая-то особая роль. Вот именно роль отца на себя не берут. А недавно мои друзья были в ожидании своего первенца, и я спросила вот этого будущего молодого папу, а ты чувствуешь уже, что вот-вот ты станешь отцом? Он говорит, сразу, как только мне подарили тест с двумя полосками. Вот просто включилось, и всё. Это очень индивидуальный такой момент. И мне кажется, вот сейчас какой-то сдвиг такой в целом в обществе к разумному такому отцовству он происходит всё-таки. Вот я говорю по опыту прошлого семинара. Люди объединены общими ценностями. И там на семинаре, что удивительно, были не одни только мамы, а именно пары. Пары разного возраста. От 23, может быть, лет до 40 с лишним лет, у которых дети уже выросли, или большая разница между детьми и совсем крохотные детки. И мужчины, они задают очень-очень такие конкретные, очень глубокие вопросы. И меня это радует. А можете пример привести, какие вопросы задают мужчины? Я просто пытаюсь понять разницу между женскими и мужскими вопросами в этом плане. Ну, там такая тема, например, звучала о том, как быть отцом, но при этом не подавлять ребёнка. Вот проходить с ним путь вместе, но при этом не задавить вот этой родительской властью и авторитетом. Отцам это свойственно. Вот. И они очень как-то вот на эту тему. Где я могу устанавливать границы, но при этом не подавить творческую часть ребёнка, например. И там очень такой серьёзный разговор шёл о ценностях глубинных, которые мы вынесли из своей родительской семьи, от отца, от матери, от лиц, которые их заменяли. И какие ценности человек выработал в течение своей взрослой жизни. И какой-то отцвет бросает на исполнение ими вот этих ролей матери и отца. Это очень такой глубокий разговор, который мог бы многое прояснить вообще для них. Ну, продолжим. Продолжим сейчас о выходах. Мы к ним подобрались перед нашей заставочкой. Какие есть выходы у мам, которые понимают, что работают они 24 на 7 без уделения времени для себя самой любимой? Ну, что тут вызывать к эмоциям? Разрешите себе, не разрешите. Первое слово хочу отдать гигиенистам, вот специалистам даже, можно сказать, по охране труда. Потому что я долгое время работала в образовательной системе, там проблемы эмоционального выгорания педагогов, воспитателей, социальных педагогов, самих психологов, например, довольно-таки остро стоит. И вот что говорят гигиенисты? Они говорят, что вот время наше должно быть уравновешено. Примерно, если мы возьмем за единицу отсчета сутки, да? 24 часа. Играть 24 часа роль мамы, это просто убивать себя постепенно. Должны быть такие периоды активности. Это какая-то занятость, которую человек делает по необходимости. Работа, другими словами, домашняя или она, или в офисе, или на производстве. Дело другое. Кстати, для мужчин есть работа, не знаю, в автосервисе, например, а есть работа у кухонной плиты, например. Это тоже самое. Это работа, обязанности. Следующий период, чему нужно уделить время, это релаксация. Это, понятно, сон, это пассивный такой отдых, расслабление, ванночка с пеной, массажик, еще что-нибудь нирвана такая. И должен быть период рекреации. Рекреация – это восстановление буквально. Это когда меняется занятость такая вынужденная на занятость, которую человек выбирает. Это может быть на природе, это может быть просто там тихое, спокойное, уютное место. Это какая-то занятость, которая доставляет человеку удовольствие. Вот я как раз хотела спросить, то есть которую он выбирает сам. То есть если жена пришла с работы, начала готовить, и она этого не хочет, то это не рекреация, это активность, это работа. Это работа. А вот если это для нее хобби, например, ей в удовольствие, ей там это нравится, то это получается смена деятельности, рекреации и замечательной. Ну, если это что-то особенное и чем-то отличается от ее повседневной многозадачной такой загрузки, то можно, конечно, и так посмотреть. Только не надо себя обманывать в этот момент. Это правильно. Мамы дорогие, когда вы делаете это по необходимости или когда для удовольствия. И вот это не говорит о том, что 8 часов поспал, 8 часов поработал и 8 часов там этой рекреации, хобби только занимаешься. Конечно, нет. Это все переплетается. Но пропорция должна быть один к одному к одному. То есть если вы сейчас 2 часа поработали, вам нужно уже точно паузы делать. Еще гигиенисты говорят, не доводите себя до усталости. Останавливайтесь, давайте себе передышки, прежде чем вы усталость почувствовали любого рода физического, эмоционального, интеллектуальную перегрузку или у вас просто уже душа не на месте. Остановитесь, дайте себе паузу. Конечно, эту идеальную пропорцию мало какая женщина соблюдет вот прям так, как это предлагается. Но этот ориентир нужно держать в голове. Иначе вы очень сильно подставляетесь под угрозу просто во всех сферах выгореть и уже ничего не дать своему ребенку, мужу, самой себе, миру. Ну просто все это как-то уже будет через силу проживания. Это один из выходов, правильно? Да, это один из выходов, держать это в голове. И просто если в вас закрадывается мысль, какая я эгоистка, что я позволяю себе там отдохнуть, или я передаю на время детей кому-то и отдыхаю, или мы с мужем куда-то уходим, там прогуляться, например, то это вам как раз нужно уравновесить вот этой научной информацией, свой вот этот посыл. Потому что, говорят, ваши старые привычки, которые мешают вам восстанавливать свой внутренний баланс. Юлия, а вот мы еще перед эфиром, так, на кухне, в приятной беседе за кружечкой кофе, говорили о том, что мамы должны разрешать себе заботу о себе. И вот как раз столкнулись с тем, что многие мамы думают, что если они будут заботиться о себе, то это неправильно. То есть они ставят для себя выбор. Либо я, либо ребенок. Да. Как к этому относиться, что делать? Ну, это такая ловушка, в которую попадают довольно многие мамы. И им кажется, что сосредотачиваясь на потребностях ребенка, они дадут ему максимум и хорошо исполнят свою роль. Но вот все, что мы выше говорили, показывает, что это не так. Силы кончаются первым делом. И потом, вот энергия женщины в семье, это же достояние и всех, кто ее окружает. Если она теряет силы любого рода, то их не восстанавливает. То есть и никого она этим не напитает. Вот есть у нее кувшинчик такой, условно говоря, с молоком. Одному дала, другому дала, третьему, пятому, десятому. Кувшинчик пустой. Если в него его не заполнять, то откуда что возьмется. И мы еще говорили о том, что практически все тренеры, ну, чуть ли не на каждой женской группе заходит разговор о том, что женщина имеет право заботиться о себе, приводит в пример вот эти полеты на самолете, когда говорит стюардесса, что если кислородная маска, то первую кому? Маме. Конечно, маме. А многие не понимают. Да, и не понимают до тех пор, пока, ну, я не знаю, нужно вжиться, наверное, в эту метафору, потому что дыхание заканчивается очень быстро, и если не позаботиться о себе, то о рядом сидящих, и в том числе о ребенке, заботиться уже будет некому. И вот сейчас вот эту тему, мы ее назвали так легко, у мамы выходной, а многие же думают, да разве он может быть, а да разве я могу себе позволить? Нет, нет, нет. Ну, так вы сейчас-то осознаете, что цена вопроса как раз это ваша жизнь, как вы ее проживаете, в каком уровне здоровья, в каком уровне душевного равновесия, духовной стабильности, интеллектуальной, вот, кем и чем вы будете. Вот, это правда такой вопрос вашего выбора? Это не шутки. Селянка, хочешь большой, но чистой любви. Да кто же ее не хочет? Вы слушаете передачу «Формула семьи» Телефон прямого эфира 8 800 333 17 06 Да, с вами на связи «Формула семьи» в студии Эльвира Чепенко и Юлия Сибелева. Мы сегодня говорим о мамах, а тема эфира у нас звучит «У мамы выходной». И Юлия как раз рассказывала о том, что происходит с мамами, когда они не разрешают себе отдыхать, когда они посвящают все свое время только детям. И в том числе и с папами, наверное, тоже. Мы остановились на выходах. Да, еще хочу сказать вот о какой вещи. Вот бывает такая ситуация, мама крутится, вертится, там решает свои домашние проблемы. Может быть, еще пока у нее мало опыта, она не очень может их оптимизировать, но она очень старается и в какой-то момент обнаруживает себя, что она засмотрелась там, ну, условно говоря, в сериал, просто в нем утонула, и у нее убежало там каша, молоко, там чего-то, что на минутку зашла в сеть, потом там застряла, там на сколько-то еще что-то упустила. То есть женщина уже чувствует, что она неэффективна как мама, допустим, как хозяйка, и при этом не чувствует себя отдохнувшей даже после сидения в сети или там просмотра этого сериала. А получается, что она как-то между разными активностями, уже одна система истощена, переключается автоматически на что-то, вот, но полноценного отдыха и восстановления в этот момент может и не происходить. И вот что я хотела бы тут еще попутно сказать, наша культура, вот, российская, она много-много лет воспитывала в своих девочках, да и вообще, наверное, во всех, и в мальчиках тоже, такое понятие, что отдых надо заслужить. Вот отдых надо заслужить. Вот ты сначала наработайся, сделай то-то-то-то-то-то-то, как зоушка, вот, а потом уже можешь себе позволить отдых. Дело время, потихий час. Да, вот так. Так, и потом еще надо помнить, что домашние дела, они, как правило, не кончаются. И не успел навести порядок, тут уже кто-нибудь этот порядок, ну, ребенок, например, уже каким-то образом разрушил. Вот, и снова здорово все и начинается. И получается, что женщина ставит себе очередную планку, движимая такой неосознаваемой установкой. Сейчас еще вот это дело, еще вот это дело, еще вот это, а потом уже, а потом она просто валится с ног. И вот все вот эти вот проявляются неприятные моменты. Вот, так предлагаю сейчас запомнить, и прямо-таки может быть себе записать где-то и повесить напоминалку, что отдых – это дар. Вот так же, как и работа, как труд – это дар. У нас есть возможность потрудиться, этим даром воспользоваться. У нас есть возможность и дар отдыхать. То есть прямо предусмотреть, так же, как мы для работы предусматриваем какие-то списки дел. Вот делайте себе списки отдыха тогда. Из него выбирайте, что вам приемлемо в текущем дне. И нелегко поменять установку, но вот сейчас уже точно пора. Иначе выгорите просто, и силы могут вас покинуть. Сходить в кино, покататься на каруселях. Не знаю, это если с детьми еще и отдых планировать. Или сходить с мужем в ресторан, или в кафе куда-то, или провести время вместе, погулять в парке. В парке вообще в любое время года можно гулять. Главное – одеться тепло. Точно нужно предусматривать. Да-да-да. Это все планируется, и галочки с таким же удовольствием будете ставить, и постепенно входить во вкус вот в этих новых своих привычках. И вот, кстати, продолжу Эля, вот эта хорошая идея – сходить с мужем куда-то. Вообще, для того, чтобы супруги чувствовали себя в балансе именно в их отношениях, взрослых, личных, ну, хороший ритм, когда раз в неделю они что-то позволяют себе провести время только вдвоем, без детей. Детей кому-то поручить на это время. Пусть хотя бы в кафешку за углом, но все равно сменить обстановку и побыть наедине, и как-то вот этим напитаться. Это для женщин важно. Полезных, мне кажется, что могут сделать молодые родители для своих отношений. Вот, еще бы я рекомендовала мамам вот делать паузы такие в дне. Знаете, прям, мы иногда проскакиваем буквально на поворотах, мы так вовлекаемся в общение, в дела, вот во все это, что просто уже себя сами не чуем, не осознаем, что нам сейчас нужно. И вот эта пауза, она служит для того, ну, там, прям буквально несколько минут, чтобы вы успели задать себе вопрос, что я ощущаю прям в теле, вот, как мне там, комфортно, некомфортно, поела ли я вовремя, может, я пить хочу, что я хочу вообще, что я чувствую, то есть в каких эмоциях я сейчас нахожусь, потому что вот эти неосознанные, неразобранные эмоции, они-то вот в этот котелок, который потом взрывается и падает. Вот, и что мне сейчас необходимо, как я могу сейчас приятным образом о себе позаботиться. Это очень хорошая привычка, которую тоже можно наработать, и она вас будет как путеводная ниточка вести. Друзья, нет у нас звоночков, нет сообщений, наверное, все мамы с детьми ждем, ждем ваших звонков в сообщении. 8 800 333 17 06, номер прямого эфира, плюс 7 977 850 099 96, WhatsApp и Viber. Ждем сообщений и там, и еще на сайте, да, с помощью обратной формы сайта teos.fm. Мы сегодня говорим о мамах, об усталости и об отдыхе. И Юлия советует, что же делать нашим молодым мамам. Вот чуть-чуть продолжу эту тему, расскажу про себя лично. У меня был такой период в жизни, когда я так много работала, что, не знаю, у меня 2-3 параллельно, еще какой-нибудь проект там, и так далее, и так далее. Но по-хорошему психологи все-таки имеют такую мысль, что если уж совсем зарапортовалась, пойди к другому психологу и проясни ситуацию. Вот я прибегла к помощи еще одного специалиста, такого коуча. Она говорит, а как ты отдыхаешь, какие ты себе там позволяешь, удовольствия в последнее время. Да когда? Это же работать надо. Поспать, вот мое удовольствие. Там еще что-то. Да, поспала. И то какие-то заползают мысли тревожные. Ой, а я вот к этому подготовилась, а вот это у меня сделано. Ну, в общем, всякое такое. Вот. И мы с ней придумали такую штучку. Я себя переучивала прям. Я себе сделала список примерно 60 наименований того, что мне приятно было бы делать вообще. Вот выдайся у меня минуты 13-15 в день. Какое удовольствие я могла бы себе позволить? Ну, там, знаете, там от рисования до смакования там чашечки кофе с корицей, например, вот, поглазеть на что-то, позвонить другу, ну, много-много чего, всякого разного. И я еще туда присоединила красивые картинки, потому что у меня иногда выпадает пауза, понимаю, что надо отдохнуть, а мысль-то не приходит. Что делать? У меня все загружено работой в голове. Тогда просто волшебно из этой коробочки я вытаскиваю наугад, посоветую моего коуча. Такая, а, да, я могу сейчас, например, вот это сделать что-то. Вот. И мне это на первых порах помогало. Сейчас я уже как-то спокойнее к этому отношусь, то есть привычка выработалась. Так что, мамы, все в ваших руках. И я хочу сказать вот еще о чем. И это наряду с разрешением себе заботиться о себе, это очень важный элемент. Вам обязательно нужна группа поддержки. Группа поддержки в лице других людей. И сейчас тоже такое, о, да, легко им говорить, там, да вот у меня тут рядом никого нет. Или, да кто ж возьмет на себя такое. Но вы знаете, вы устален, может быть, от постоянных там приставаний ребенка, поиграй со мной. А может быть, какая-то ваша подруга или там соседка по лестничной клетке, может быть, она с удовольствием займет его там на 30 минут. Конечно, для нее это ново. Для нее это необычно. Можно просить разных людей. И вы удивитесь, насколько вы можете снискать вот эту поддержку. Потому что все равно выращивание детей – это коллективная игра. Это не одна только миссия одной только мамы или папы. Вам придется его доверять другим людям. Пока он крохотный, да, это как-то ограничена, может быть, возможность в этом. Но чем он старше, тем с большей частотой вы должны его отдавать другим людям, чтобы они его подготовили к жизни, образовали, чтобы он научился делать то, чему вы его научить не можете и так далее. И другие люди тоже с удовольствием есть. Полно людей, которые дозированно как-то с ребенком проведут время с интересом и с обоюдной пользой. А вы в это время отдохнете. И вот тут я бы хотела, знаете, сказать еще... У нас пять минут еще осталось. Есть ведь мама детей с особенностями какими-то. Вот те, у кого что-то со здоровьем. И такая мама, вот все то, что мы говорили, она еще в тысячу раз усилила и возложила на свои плечи. И я, когда веду тренинги для таких мам, я замечаю, как близки у них слезы. Мы еще только знакомимся, они уже плачут, потому что они до нельзя перегружены. Они уже опустошены своей работой, потому что тоже такой подход. Это мой крест, это только я, да кому это нужно, кроме меня там, ну и ближайших там родственников, может быть, врачей там, если повезет. Но хочу вам прям ответственно заявить, что даже и в таком положении, даже, может быть, особенно, это именно усилие мамы и вот родителей немножко разомкнуть вот створки раковины, в которые попала семья, когда столкнулась с таким горем. И сначала довериться той мысли, что есть еще люди, которые хотят всем вам помочь. Например, при каждом храме практически есть молодежный совет, есть волонтеры, которые могут прийти погулять с ребенком. Вы их научите, вы расскажете, что нужно, как, первый там раз пройдетесь с ними. Они могут поиграть с ребенком, они могут еще что-то сделать. Вот я еще являюсь психологом такое сообщество, вот как раз таких семей, «Дети апреля» называются. И вот волонтеры в небольшом городке, они время от времени устраивают такую передышку для родителей. То есть собираются в детском центре вот эти особенные детки там с мамами, бабушками, кто придет из родных, братьями, сестрами, там всех приглашают. Вот волонтеры готовят программу, занимают этих детей. И они очень позитивно проводят время, очень творчески, хорошо. В это время мама может на два часа освободиться, хочет, она пойдет в салон, сделает себе какую-нибудь прическу прекрасную, хочет, она порешает какие-то другие дела, хочет, останется здесь же, но в другом помещении, пить чай с мамой и там общаться друг с другом. То есть вот эта вот передышка нужна. И сначала первая встреча, она была в волнении со стороны волонтеров, со стороны мам, как все это будет, а как дети откликнутся. Да дети-то прекрасно, у них голод по новым людям, новым лицам. Столько позитива, столько доброты. И мамы начали оттаивать как-то вообще в это, доверять этому миру больше. Это очень дорогого стоит. Но первые шаги делаются вот со стороны семьи. Ну что ж, друзья, у нас осталось две минутки. Давайте тогда, Юля, с вами сделаем небольшое резюме эфира. О чем мы сегодня говорили? Мы говорили о том, что роль мамы – это не вся жизнь женщины. Что когда мама заботится о себе, она тем самым поддерживает баланс и счастье всей семьи. И сбалансированная во всех отношениях довольная жизнью мама – это большой-большой подарок и для мужа, и для детей, и для всего мира. И что вот этим подарком миру она станет, если разрешит себе заботу о себе, такую правильную в определенных границах, расскажет, как она хочет заботиться о себе, всем, кто ее окружает, и создать свою группу поддержки. И я думаю, что очень многие люди будут рады поддержать такую прекрасную женщину. Так что, молодые мамочки, не отчаивайтесь, если вы очень сильно заняты, если перегружены, у вас есть выход. Слушайте наш эфир. Кстати, об эфирах. Вот сейчас у меня начинается информационный блок. Все наши передачи вы можете прослушать в архиве на сайте teos.fm. Смотрите нашу видеотрансляцию в YouTube, слушайте нас в прямом эфире. И последняя информация для вас, друзья. Радио — это станция, которая существует на пожертвования, и нам очень нужна ваша поддержка. Поэтому, если вы хотите нам помочь, то заходите тоже к нам на сайт teos.fm в раздел «Ваш вклад». Смотрите, как нам можно помочь, с помощью каких переводов и так далее. А так, спасибо большое, Юля, что вы сегодня пришли. Мы поговорили о мамах, о детях, об отдыхе. Надеемся, что вы будете еще у нас в гостях. С радостью. А вам, дорогие друзья, мы желаем, чтобы у вас все было всеми хорошо и поменьше усталости. Всем добра и мира. Счастливо. До свидания.